здравствуйте сегодняшний наш разговор посвящен теме золотого и серебряного века русской культуре русском искусстве давайте запомним запишем зафиксируем темы золотой и серебряный века русской культуры золотой и серебряный века русской культуры вопрос первый вопрос золотой и серебряный века русской культуры Общая характеристика Золотой и серебряный века русской культуры Общая характеристика Второй вопрос Основные этапы и черты Золотого века русской культуры Основные этапы и черты Золотого века русской культуры Третий вопрос Особенности Серебряного века русской культуры Итак, первый вопрос В рамках его нам нужно поговорить о том Как эти два этапа русской культуры соотносятся между собой Общие временные рамки их Это девятнадцатый век И начало двадцатого На оба эти века Золотой век таким образом Начинается Примерно с началом двадцатого века Я поясню Простите Золотой век таким образом Начинается с начала девятнадцатого века Почему именно начало девятнадцатого века Я по ходу разговора наш по ходе с ним Прежде всего о самих словах Золотой век Исследователи Установили, что Автором этих слов Является Максим Алексеевич Антонович Максим Алексеевич Антонович Это русский Литературный критик Известный в свое время И философ А произнес он эти слова В своей работе Известной она вошла в историю Называлась она Кризис литературы И опубликована была в журнале Современник Очень известный И популярный журнал Середины девятнадцатого века В тысяча восемьсот шестьдесят третьем году Он очень интересно Отношение самого Максима Алексеевича К культуре Он родился В тысяча восемьсот тридцать пятом году Ну а умер в тысяча девятсот восемнадцатом То есть он успел Прожить Увидеть Ощутить И большую часть золотого века Ну и практически весь период Серебряного века То есть в этом смысле Судьба даровала ему Очень хорошую возможность И своими работами Он подтвердил Что Вот его этот век Ну достаточно долгий Что он действительно сумел создать Много важных произведений В которых осмысливал русскую культуру Русское искусство С разных точек зрения И как искусствовед Как критик И как философ Который Размышлял И нам помогал размышлять О каких-то самых глубинных вещах Вот этого явления Русской культуры О чем он говорит О чем он говорит Эта фраза Там работа достаточно большая В связи с чем Он использует слова Золотой век Вот тот период О котором он писал Немножко позже Мы поговорим С чем это связано Середина 19 века Она была таким временем Когда русская культура И прежде всего Литература Которая его интересовала Она переживала Такие нелегкие времена То есть Сами-то Создатели произведений Искусства Были на высоте Но в это время Был неблагоприятный Политический режим В стране И В это время Ну как бы Общество Несколько утратило Интерес К литературному Творчеству К искусству К культуре И вот В этой связи Антонович Он и Пишет Фразу о том Что Раньше у нас был Золотой век Когда Общество Жило Жило Культурой Жило Искусством Жило Литературой Когда Не просто Увлекались Она Расцветала И новые Течения Новые Авторы Приветствовались К ним Был интерес А Вот В тот момент О котором Он говорит Напомню Непосредственно Слова Сказанные Были В 1863 Году В этот Период Интерес Такой Утратился И Отступает Так он Говорит Что Вот Раньше Золотой век Ну а потом С горечью Произносили Что Сейчас Он Или бронзовый Или вообще Глиняный Вот такую Резкую Фразию Но Так или иначе Антонович Ввел В оборот Эти слова Этот термин И Он Вот остался Ему Как бы Эта честь И надлежит Что Было Характерно Для Золотого века Русской культуры Давайте Зафиксируем Основные вещи Прежде всего Это Общая Характеристика Это Взлет Культуры И Искусства Это Взлет Культуры И Искусства Чем Этот Взлет Был Характерен Вот Давайте Вдумаемся Кто Записывает Кому Удобнее Я понимаю Что В записи Вы можете Смотреть Сколько Угодно Текст И Сколько Угодно Раз Но Удобнее Слушать Это Дисциплинирует Удобнее Слушать Под запись Все Так Вот Этот Взлет Характеризовался Чем Первое Что было Характерно Для этого Периода Это Правдивое Изображение Окружающего Мира И Вот Как Говорят Я с Этим Согласен Я вас Произведу Как Это Говорят Искусствоведы Специалисты Знатоки Это Тонкое Воплощение Движений Человеческой Души Давайте Вдумаемся Первое Это Правдивое Изображение Для Предшествующего Периода Он Был Тоже По-своему Велик Но Для Него Характерно Было Обращение К Сказочным Сюжетам В Литературе Допустим И Других Произведениях Это Не значит Что Сказочному Сюжету Не надо Обращаться Сказочный Сюжет Можно Так Показать Реально Что Это Любой Реалист Его Признает Это Парадный Портрет Когда Изображался Не Реальный Образ Человека Он Воспевался В этом Портрете Ну и так Далее Это Тоже Прекрасные Образцы Искусства На что Хочу Обратить Внимание Но Это Другой Его Тип Это Другой Тип А теперь Вот Для Золотого Века Было Характерно Как раз Реальное Отражение Действительности И Вот Большой Интерес К Человеческому Переживанию Или Как Я вам Приводил Фразу Движению Человеческой Души Это Первое Второе Это Разрушение Грани Или Преодоление Границы Между Художником И Его Творение Разрушение Границ Или Преодоление Границы Между Художником И Его Творением Это Так Звучит На Языке Искусствоведа А мы Давайте Вдумаемся Что это Означает Это Означает Что Глубочай Максимальное Внимание Этому Уделялось И Это Отражалось В Творчестве В Разной Форме Что Художник Литератор Художник Живописец Скульптор График Драматург Что Они В этот Период Через Произведения Через Героев Которые В этом Произведении Представлены Они Прежде Всего Показывали Свой Мир Это Выражение Было Своего Мира В Преществующий Период Господство Нравоучительное Искусство Искусство Которое Показывало Именно Окружающее Реально Фантастично Как-то Еще Здесь Художник Прежде всего Показывает Себя И Третий Момент Который Характеризует Взлет Русской Культуры Русского Искусства Вперед Золотого Века Это То Что Оно Очень Мощно Выходит На Международную Арену И С тех Пор Вклад Русской Культуры И Русского Искусства Становится Гигантским В общем Мировую Традицию Культурную В общем Мировую Культурную Сокровищницу Именно В этот Период Русская Культура Становится Элементом Мировой Культуры По Времени Вот Это Три Элемента Которые Характеризуют Значит По Времени Чтобы Сказать Вот Золотой Век Мы Потом Подробно Поговорим Обо В самом Обобщенном Виде Он Вот Так Времени Нет Мы С 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 Следующий Этап Которые Они Между Собой Связаны Вот Но Условно Он Появляется В 20 Веке Потом Немножко Поговорим Когда Он Заканчивается Так Серебряный Век Это Начало 20 Века Ну Когда Мы Говорили С вами О Том Когда Знатоки Культуры Искусства Определились Что Что Есть Золотой Век Какие То Его Черты Вот Ну Собственно Говоря Сам Антонович Напоминаю Сказал О Золотом Веке В течении Этого Золотого Века Вот Если С Серебряным Веком Несколько Иначе Если Он Сам По себе Приходится Он Довольно Короткий На Начало 20 Века Приблизительно Первое Второе Десятилетие Там Есть Свои Нюансы О которых Я Ниже Скажу Вот Ну Приблизительно Это Первое Второе Десятилетие А Само Слово Появилось Гораздо Позже Уже Во второй Половине 20 Века То есть Тогда Когда Серебряный Век Закончился Вот И Гораздо Позже Появилось Уже Сами Эти Слова Их Начали Изучать И Осмысливать Но Здесь Хотелось Обратить Внимание Что Серебряным Веком Произошло То же Что С Искусством Возрождения Когда Искусство Возрождения Самые Ранние Датировки Трехсотом Тринадцатом Прошу прощения Самая Ранняя Датировка Когда Начинается Собственный Этап Это Тринадцатый Век А Сама Терминология Складывается Где-то В пятнадцатом Шестнадцатом Через Двести Тристо Лет Только Об этом Говорят Когда Она Уже Достигла Больше Своих Фор Так Вот Во второй Половине Двадцатого Века Если Золотой Формулировка Само Понятие Золотого Века Она Очень Четко Датирована Где Когда Она Взялась Кто Это Сказал То О Серебряном Веке Здесь Смотрят Кто Ж Из Мыслителей Назвал Их Вот Таким Образом И Делят Между Собой Честь Изобретения И Введения В оборот Этого Термина Делят Между Собой Знаменитый Наш Русский Да Все Они Деятели Были Эмиграции Немножко На это Обратим Внимание Вот Делят Между Собой Три Мыслителя Это Знаменитый Наш Философ Николай Гордяев Это Два Писателя Наших Николай Отсуп И Владимир Маковский И Владимир Маковский Повторюсь Что Складывается Этот термин Появляются Эти слова В русской Миграции Гораздо Позже Почему Они не могли Появиться Не в Эмиграции Потому что В этот Период На территории Нашей страны Существовала Советская Власть Вот А В советской Власти Далеко Не все Ворцы Вот этого Серебряного Века Получили Признание Кто-то Получал Частичное Признание Господствующая Идеология Связанная С марксизмом С коммунистическими Представлениями О мире Она Искание Вот эти Серебряного Века Они туда Не вписывались Если Искание Золотого Века В чистом Виде Классическая Русская Литература Она Активно Признавалась У нее Были Свои Трактовки Свои Толкования Но В принципе Она Полностью Была Признана В советских Период То Творчество Мыслителей Деятелей Художников Литераторов Начало Века И Особенно Относящихся К этому Серебряному Веку В основном К нему Относились Настороженно И без Особого Почтения Ну Исключение Ну Потом Несколько Слов О них Скажем Еще Это Были Знаменитые Наши Поэты Великие Поэты Сергей Есенин И Владимир Маяковский Они Относились К этому Самому Серебряному Веку Но По целому Ряду Причин Вот Они Воспринимались Официальные Диалоги Официальные Литературные Критикой Официальными Властями Поэтому У них В этом Плане Судьба Была Творческая Судьба Была Более Благополучной Если Говорить О Серебряном Веке То Есть Такая Черта Характерная Что Он Все Таки В этом Плане Тоже Были Свои Противоречия Но В целом Само Название Серебряный Век Уже Говорило О том Что Русские Мыслители Которые Изучали Эту Тему Искусловеды Философы Историки Они Относились К этому С почтением Золотой Век Это Все равно Расцвет Серебро Это Благородный Метал Что Касается Зарубежного Искусства И культуры То Там Очень Резкие Были Противоречия Есть Два Французских Слова Я Французский Язык Не знаю Не хочу И У меня Нет Говора Французского Произношения Поэтому Я их Уже В русском Переводе У них Название Есть Два Названия Одно Оптимистичное Другое Пессимистичное Но Мы С вами Оптимисты Но Я все Таки Начну С Пессимистического Чтобы Лучше Понять Различие Взгляда На Вот этот Период Если По русски Повторю В русской Версии Это Серебряный Век То По французски Это будет Звучить Как Конец Века То есть Не сильно Оптимистично Как Некое Ну Нелегкое Время Для Искусства Но Есть Правда И Противоположное Становление Я его Тут нет Характерного Французского Пронунца Я Подскажу По французски Звучит Как Белепок В переводе На русский Будет звучать Примерно Прекрасная Эпоха Прекрасное Время Поэтому Очень Противоречивое Толкование То есть Немножко Зафиксируем Чтобы вы Готовы были Если столкнетесь С таким вопросом В рамках Олимпиады Чтобы вы Могли Понимать Что Толкование Этого Периода Оно Разное У нас В России Вот И На западе Ну и Что бы здесь Хотелось Еще сказать Значит На Предыдущей Лекции Кто смотрел Мы с вами Говорили О 20 веке И там Я рассказывал О таком Течении В искусстве Как Модерн Модерн Так вот Модерн Как раз Во многом Это И было Его Характерные Черты Представлены В рамках Серебряного Века А что Для него Характерно Это В целом Я говорю Что Характерно То есть Ведущее Течение Чисто В искусстве Это Модерн А Уже В таком Философском В историческом Осмысле Его назвали Серебряным Веком Характерные Черты У него Будут Примерно Одинаковые Значит Их Основных Три Черты А Внутри У них Есть Определенное Еще Деление Ну Давайте Поразмышляем Значит Первое Это Характерно Для модерна Это Характерно Для Русского Серебряного Вета Первое Это Поиск Новых Художественных Решений Нетрадиционных Желательно Решений Поиск Новых Нетрадиционных Решений Если В золотом Веке Я Немножко Забегаю Вперед Но Я думаю Что Вам Многие Те вещи Знакомы Поскольку Вы Люди Уже Знающие То Для Золотого Века Там Тоже Были Очень Многие Новые События Новые Литературные Герои Новые Художественные Образы Это Понятно Но В тот Период Идея Была В том Что Есть Художественные Задачи А Решать Ее Можно Как С С помощью Традиционных Старых Древнегреческих Античных Традиций А здесь Ну и название Это Модерн Новый Современный Какой-то Обновляющийся Изменяющийся Вот Само Название К этому Подталкивало То есть Очень Важно Было Новизна Для того Чтобы Вас Признали Как Художника Творца Серебряного Века Нужно Было Обязательно Показать Что Вы Находите Нечто Новое По сравнению С прежним Это Раз И второе По возможности Еще и По сравнению С собой Каждый шаг Должен Отличаться Вот Небольшой Экскурс Тоже Думаю Мне Мне Сейчас Пришел Образ Как бы Или Пример Ну Наш Великий Драматур Костровский Творец Золотого Века Кто Знает Его Произведения Ну Вспомните Беспреданница Граждан За И Другие На каждого Мудреца Довольно Простоты Они Очень Разные Несут Мысли В себе У них Очень Разное Содержание Но Каждое По-новому Но Там Изобразительные Средства Используются Примерно Одинаковые То есть Он Найдет Значит Новое Будет Средство Но Не считалось Каким-то Зазорным Работать В одном Стиле Использовать Одни и те же Художественные Решения Другое Дело Что Результат Каждый раз Был Новый Блестящий А Способы Решения Могли Быть Традиционными Для Серебряного Века Для Могарнизма Характерно Обязательно Должно Быть По-новому Второе Вот Второй Пункт О Котором Мы Сейчас Поговорим Я В него Еще Экскурс Внутрь Сделаю Чтобы Его Лучший Понят Значит Второе Это Разрыв С предшествующим Опытом Разрыв С предшествующим Опытом То есть Эта Характеристика Она Довольно Сходна С тем Что мы Перед этим Поверили Поиск Новизны Но Одно Дело Поиск Новизны Как бы Я создаю Новое А в данном Случае Очень важным Считалось Еще Показать Что Ты Отряхиваешь Пыль Прошлого Что Ты Отказываешься От этого Наследия И ты Создаешь Что-то Вообще Новое То есть Не просто Делать По-новому Но Во многом Это Не обязательно И Это Не Принцип Какого-то Злодейства И тупости Этих людей Это Творческий Поиск Это Реакция На новые Жизненные Условия На новые Жизненные Реалии Поэтому Ну как бы Это Это понятно Что Это именно Так и Делается Вот Но тем не менее Вот этот Вот отказ Ну Вплоть до того Что Были Такие Яры Модернисты И Сторонники Серебряного Века Которые Вообще Говорили Что надо Сбросить Пушкина С корабля Современности Поэтому Всякое бывает Так вот Для Этого Периода Характерно Характерно Такое явление Как Декаданс Декаданс Ну Если Очень Примитивно Что Такое Декаданс Можно Его Назвать Словом Упадничество Но Упадничество Было Такое Сознательно Не в том Пламе Что мы Глупые Мы не Умеем Что-то Делать А это Именно Игра Такая Была Что Подчеркнуть Что Вот Плохо Мир Куда-то Катится Падает Но Это Не случайно Потому Что В это Время В России Назревали Уже Очень Грозные События В это Время Три Революции Потом Началась Гражданская Война Активная Внутренняя Борьба Конфликты Многие Поэтому Отсюда И восприятие Такое Декаданс Оно Не случайно Это Все Ребята Это Все Второй Вторая Характеристика Декаданс Это Верху Вершина Была Если Так Можно Выразиться Отказа От Прежней Традиции Отказа Отказа От творческого Прошлого И от наследия Своих Предшественников Что Включал В себя Декаданс Для него Характерно Было Три Таких Черт Три Черты Значит Первое Это Эстетизм Эстетизм Я не буду Вас Грузить Каким-то Большим Культурологическим Научным Определением Для эстетизма Что Было Характерно Ну Я Надеюсь Вы знаете Что такое Слово Эстетика Это Прекрасное Красивое Для эстетизма Характерно Было Три Таких Момента Первое Система Система Как бы Оценок Она разная Первое Характерно Это Что Эстетическое Важнее Этического Они Между собой Будут связаны Этическое Напомню У кого Этого Нет В активной Лексике Этика Это Норма Поведения Как себя Вести Каким Быть В обществе И вот Здесь Оказывалось Что Нужно Самое Главное Это Эстетика Главное Это Соответствие Своим Своим Не вообще Каким-то Отличенным А своим Идеалом Прекрасного Чем то Что про тебя Подумают Чем то Как ты ведешь Если ты Красив В своем Понимании Значит Можешь Делать Что Хочешь С этим Не что Ты Сказал А главное Как Ты Это Сказал Это Тоже Эстетизм И третья Характеристика Эстетизма Ну Крайнее Его Проявление Когда Когда Говорят Такая Норма Появилась Поведение Традиция И Сценического Поведения Художественного И обыденного Называлось Эстетство То есть Когда Когда Человек Руководствуется Принципами Какими Своего Понимания Что есть Хорошо Что Плохо Вот Что Красиво Что Некрасиво И Он Игнорирует Не хочет Считаться С тем Что Об этом Думают В обществе Что Об этом Думают Окружающие Его Люди Это Эстетизм Повторяюсь Мы с вами Говорим О Декадансе Который Характерен Для Модернизма И Для Серебряного Века Как Одна Из Крайних Точек В плане Отказа От Предшественников От Их Традиции От Их Наследия Культурного Значит Вторая Характеристика Декаданса Это Индивидуализм Индивидуализм Значит Это Когда Считается Что Личность Творца Или Личность Героя Созданного Творцом Важнее Чем Общество Которое Его Окружат Это Довольно Распространенное Течение Оно Не только Характерно Для Модернизма И для Серебряного Века Оно И в других Культурных Явлениях Присутствует Но Здесь Вот оно Выходит На первый План Это То Что Вот Есть Я А то Что Вокруг Меня Это Вторично Немножко Отвлекаясь В сторону Именно От Русского Искусства Серебряного Века И русского Модернизма Дело в том Что Есть даже Такое Учение Философское Которое Сюда Очень Подходит У него Правда Некрасивое Название Солипсизм Солипсизм От слова Соло Один Где Там Ну В крайнем Выражении Это Учение Трактует Что Вообще Мира Нет Есть Я А все Что Вокруг Меня Это Мои Ощущения Поэтому Ну Не Обязательно Было Творцам Серебряного Века Доходить До этой Крайней Стани Которая Не признает Объективное Существование Только себя Но Тем не менее Вот Примерно Крайняя Форма Индивидуализма Это Солипсизм Где Вообще Считается Что В мире Кроме Меня Никого Нет И Третье Такое Сложное Словечко Наверняка Индивидуализм Вы слышали Эстетизм Слышали А Вот Это Может Быть Новое Такое Имморализм 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 Ну На самом деле Вам Наверное Хорошо Знакомо Слово Аморализм То есть Это Состав Ценности У человека На основании Которых Он Общается С другими Людьми И С другим Ну И С окружающим Миром С животными С природой Экологией И так далее А здесь Имморализм Он Предполагал Отрицание Норм Нравственности Норм Общественно Одобряемого Поведения Поэтому На это В крайнем Проявлении Я имею в виду Серебряного века Люди Говорили Что да Можно вообще Никаких норм Морали Не соблюдать Повторяюсь Это не Для всех Было Присуще Но в каких-то Случаах И в каких-то Крайних Проявлениях Такое Считалось Допустимым А мне Все равно Какая У вас Дорогие Морали И Повторяю Про Модернизм И серебряный Век Мы Две Характеристики Разобрали И Третье Третье Это Про Модернизм Кто Лекцию Помнит Могли Помнить Что Модернизм И Соответственно Серебряный Век Вот Они Характеризовались Очень Широким Разбросом Представления О творчестве Вот Отсутствием Каких-то Единых Канонов Единого Понимания О Ценностях Искусства И о ценностях Прекрасного Существовало Великое Множество Течений В том числе Взаимоисключающих Ну я Приведу Два Таких Которые Очень Мало Что Как бы Что их Мало Объединяет Их Великое Множество Ну я Два Возьму Это Импрессионизм И Абсурд Абсурдизм Вот давайте Их Сопоставим Немножко Ну Импрессионизм Само течение Наверное Многим Знакомо Художественно Особенно Оно больше Связано С Творчеством Живописцев На самом деле Оно есть И в литературе И в музыке И во многих Так вот Здесь От слова Значит Происходящие Слова Были Связанные Они В языках На латинской Основе И в общем Означают Впечатление Так вот Здесь Смысл Бы В творениях Импрессионистов Повторюсь Будь то Художник Живописец Или будь то Художник Литератор Там Идея была У них Основная Как Описать Действительность В ее Движении В ее Развитии В ее Процессе В ее Значении В глобальности Через Кратчайший Миг Пойманный Художником Творцов То есть В одном Маленьком Ярком Впечатлении Нужно было Показать Нечто Глобальное Нечто Огромное Нечто Большое Вход До Общемирового Импрессионистов В кратком Миге Показать Большое Абсурдизм Или Абсурд У него Идея Ну я не буду Говорить Там Противоположная Но Как бы Это одно Течение Модерна Но там Совершенно Другое Совершенно Другое Представление Творчества Значит Оно связано С чем Было Ключевые Слова Это Нелепое Что-то Должно быть Нелепое Противоречащие Логики И Доказывающие Бессмысленность Существующего Мира Или какого-то Явления Причем Только Ребят Поймите Правильно Что Абсурдизм Это тоже Настоящее Художественное Течение Которое Очень Создает Прекрасное Произведение Искусства Очень Получительные Но я Извините У меня Просто Любимый Пример Вот Этого Абсурдизма Не Из этого Перевода А Это Фильм Данелли Кинзадза Случайный Город Наших Земля Ну Еще Советские Люди Оказываются На планете Совершенно Удивительно Где Творятся Абсурдные Вещи Вот То есть Нелепость Показать Нелепость Показать Противоречие Логике Показать Бессмысленность Чтобы Этот Сюжет Завершить Значит То Здесь Как сказать Вот Импрессионизм Они хотят Осмыслить Действительность Они хотят Путем Яркого Какого-то Момента Там Яркого Образа Показать Осмысленность Смысл Чего-то Большого А здесь Хотят Показать Нелепость И Бессмысленность У тех Нужно Показать Что Маленькое Мгновение Совершение А оно Встроено В какое-то Большое Явление Большое Событие Большой Практиз А здесь Показать Да вообще Это Вы Практиз Но Абсурдизм Которому Я Отношусь Большой Симпатией У них Как раз Вот В этом Самом У них Как раз И есть Логика Построенная На Алогичности Давайте Подведем Итог Первому Вопросу Таким Образом Весь Вот Этот Период Золотого И серебряного Века Это Этап Высшего Подъема Русской Культуры Который Правда Имел Различные Составы Из двух Составных Частей Вот Этих Болотой И серебряный Которые Вы видели Имели Свои Очень Как бы Яркие Традиции Значит Второе Это То Что Эти Два Этапа Они Сочетают Себе Немножко Парадоксально И Преемственность И противостояние Того Что было В золотом Что было В серебряном Но все это Вместе Создало Показывает Вот настоящую Картину Чтобы понимать Этого Русского Искусства Оно не Остановилось На этом И Как бы Не факт Что искусство Более Позднего Времени Вы люди Умные У вас Есть Свои Представления То есть Высший Этап Он Высший Этап Был По сравнению С тем Что было Раньше Это не значит Что В последующий Период Не будет Каких-то Более Высоких Достижений Тем более Высоких Достижений Будут Другой Немножко Плоскости Но У них Вот Сочеталось Именно Сочетание Противоречивости Противостояния И Преемственности Характерно Что Эти Этап Двойной Вот Такой Этап Подъема Русской Культуры Русского Искусства Строился На принципиально Разных Способах Создания Произведений Искусства Тем не менее Произведения Эти Они Оказывались Крупными Мощными Великими И навсегда Обогатили Сокровищницу И русской И мировой Культуры И на одну Вещь еще Обращу Внимание Ну Понятия Золотой Век Серебряный Век Бронзовый Железный Каменный Они Существуют Как в общественном Понимании Так и в культуре И в искусстве И Кто Интересуется Античностью Древней Греции Особенно Кто не интересуется Я напомню Наверняка Вы это слышали Остальные Ну просто У вас и так Это вот Кивные лексики Что когда Древние мыслители И художники Описывали Историю Древней Греции То они же тоже Были Был Золотой Век Потом Серебряный Потом Бронзовый Потом Железный Поэтому Вот эта терминология Она перешла И в культуру Это я к чему говорю Что использованы Вот эта терминология Золотой Серебряный И прочее Что она во многом Как раз Говорит о том Что Процессы В культуре В искусстве Они очень тесно Связаны Что происходит В человеческом Обществе И в государствах Первый вопрос Мы закончили С вами Второй вопрос Напомню Это Этапы Основные этапы И черты Золотого века Ну мы так С вами И посмотрим Немножко Она все-таки Более признанная Ну и она интереснее Она расширяет Поле Осмысления Поле размышлений Поле Поле поиска На который Мы с вами Можем обратиться Значит Итак Та которая Которая есть Но Мы с вами Беседовать будем Не по-мень Это то Что Золотой век Русской культуры Это примерно Первая треть 19 века Ну в это время Действительно Ярчайшие Появляются Творцы Ну Александр Сергеевич Пушкин А До сих пор Ну Много ли Нашлось Тех Кого можно В один ряд Поставить Как поэта Как художественного Мыслителя Как творца Вот Значит Но В основном Сегодня Когда Исследованиями Занимаются И Олимпиадно Когда Вы там Молите То Золотым веком Вам скорее всего Все таки К золотому веку Будет скорее всего Относиться Гораздо более Широкая Трактовка Значит Это Весь 19 век Весь 19 век Я обычно Этим Завершаю Вот Но Сейчас Давайте Мы Вернемся Вот Вначале Скажу Был Такой Знаменитый Писатель Катарик Значит Он И писатель И литературовед Вот И он Интересно Характеризует Рамки Золотого века Значит Он говорит Так Что Вот этот Золотой век Взлет Золотой Золотой век Этот взлет Во первых Он говорит Что это Единая Неразрывная цепь Хотя У него есть Большое отличие Вот Дальше Он говорит Такую фразу Это Целый век Это Золотой век Это Единая цепь Событий И он ее Очень интересно Датирует Ну Она как раз И получится В 19 век Как он говорит От рождения Пушкина До смерти Чехова Ну Я напомню Пушкин Родился В 1799 Году Ну Практически За два года До начала 19 века Вот А Антон Павел Чехов Умер В 1904 Годе Ну То есть Практически Вот Он образно Обозначил Как раз 19 век Поэтому Давайте Мы из этого Будем Исходить Значит Внутри 19 века Внутри Этого Периода Выделяется Несколько Внутренних Этапов Это Первая Четверть Первая Четверть 19 века Это Бурное Развитие Различных Видов Искусства И культуры Вот Причем Разноплановые Поиски Довольно Свободно Происходит Поиск Форм Искусства Содержание Искусства Те идеи Которые Проводит Художник Творец Связано Это было С чем Бурное Развитие Относительно Свободы Бурное Развитие Было Связано Прежде всего У нас На этот Период Приходится Крупнейшее Событие Это Отечественная Война 1812 Года Которая Вызвала В обществе Патриотический Подъем Веру К своей Силы Стремление Укрепиться Стремление Понимание Того Что Россия Это Великая Европейская Горгова Вот это Ее Подталкивает И Период Правления Александра Первого Он Не все Так Однозначно Но В общем И целом При Александре Первом Все таки Или Искренне Приветствовалось Или Ну считалось Что Нужно Приветствовать Разнообразие Мнений Условно говоря Разнообразие Творческих Методов Свободу Художественного Творчества И поэтому Вот характерно Было Именно Бурное Такой Всплеск В силу Этих Двух Факторов Вот Ну и Для Самого Как бы Поля Вот этого Творческого Художества Было Характерно Что именно Литература В этот Период Ну как Говорят Задавала Тон Вторая Четверть Девятнадцатого Века В этот Период Продолжается Развитие Культуры Искусства По всем Направлениям Создаются Новые Прекрасные Произведения Но Вместе с тем Вот почему Антонович Критически Оценивает Этот период Что в этот Период Государственная Политика Изменилась И Искусство Особенно Литература Начинает Сталкиваться С определенным Противодействием Со стороны Государства Если При Александре Первом Противодействия Не было Или оно Было Минимальным То Во второй Четверти Оно Становится Довольно Сильным Значит Связано Это было С деятельностью Императора Николая Первого Вот А царство Николая Первого Напомню Кто хорошо Помнит Историю Надо мной Посмеетесь Чуть И нам Об этом Говоришь Ну У кого-то Она Тоже Не в активной Лексике Поэтому Напомню Царствование Императора Николая Первого Начинается В 1825 Году И начинается С такого События Как восстание Декабристов На Синанской Площине В Санкт-Петербурге Поэтому Конечно У него Симпатии К вольнодумцу Никакого Не было И Он Начинает Свою Позицию Менять И Специально Для того Чтобы Этот Творческий Поиск Придержать Ну Потом Это и После него Еще Продолжалось Какое-то Время Чтобы Сдержать Этот Творческий Поиск То Было Принято Решение Об усилении Цензуры Слово Понятного Прежде чем Выпустить Какое-то Произведение В свет Специальные Люди Просматривали И говорили Политически Это Целесообразно Или Это Не Целесообразно Ну И Тем не менее В этот Период Общие Такие Составные Части Культуры Обычно Знатоки Специалисты Говорят Что она Характерна Тремя Вещами Я сейчас Их назову Потом Поясню Гуманизм Историзм И психологизм Значит Что значит Гуманизм Ну Мы уже Говорили На одном Из занятий Или Вживую Когда общались С вами На территории Института Вот Про античное Искусство Мы говорили Я уже Это слово Трактовал С кем Мы общались Гуманизм То есть Это Обращение К человеку Это Не обязательно Напоминаю В нашем Современном Понимании Гуманизм Синоним Как бы Русский Аварян Человечность Но человечность Это Доброта Прежде всего Это Уважение К человеку Почтение Человеку А В данном Случае Гуманизм Он Немножко Иначе Это Не обязательно Доброта Это Воспевание Человеческой Силы Мощи Это Воспевание Героя Это Воспевание Руководителя Императора Военачальника И так далее А Совершенно Не отношение Доброе К крепостному Христианину К которому Чаще всего Жилось Неславкое К нему Гуманизм Был Не обязательно Можно было Пороть Можно было В Сибирь Сослать Ну и так далее Но Гуманизм Это Прекрасно Потому что Это Понимание Человека Это Интерес Человеку Это Его Осмысливо Давайте Тут Немножко Порядок Поменяем Они Связаны Гуманизм Второе Это Психологизм То есть Это Повышение Внимания Роли Он дальше Будет Развиваться Приобретать Другие Поплы Но Это Интерес К внутреннему Миру К внутренним Пружинам Которые Движут Человека Это Не значит Что Этого Не было Но У Пушкина Разве Нет Психологизма Но У Пушкина Много Психологизма У него Как бы Другие Выразительные Средства Он Показывает Обратами А в данном Случае Появляется Интерес Именно К внутреннему Миру К тому Что там Происходит У человека Не к тому Как это Выражается А к тому Именно Что там Какие Мотивы Побудительные Вот И Третья Составная Часть Здесь Проще Все Как бы Понять Усвоит Это Историзм То есть В этот Период Возрастает Очень Интерес К исторической Тематике К прошлому Нашей Страны Вот Но Во многом Ребята Это Наследие Все Таки 1812 Года Гигантского Роста Роли России В Европе В основном Хотя и в Азии Там Осваивается Много Но Именно В Европейской Арине Россию Которую Варварской Считали Вдруг она Всему Миру Показала Что это Мощь Великая Мощь И Вот Отсюда Интерес К историческому Пошлиму Следующий Период Это 50-70-е Годы Простите Ребята Еще Одну Вещь Обратите Внимание Слова Вам эти Знакомы Для 40-х Годов Очень Характерно Такое Явление Вот Осмысление Оно С историзмом Связано Во многом Осмысление Не только Исторического Прошла Но Настоящего Когда Появляются Два Течения В Общественной Мысли Скажем Так Западники И Славянофил Западники И Славянофил Отличались Они Чем Они Одни Западники Я Упрощаю Немножко Общее Понимание Если Заняться Тем более Детально Конечно Там На самом Деле Друг Я Очень Схематично Хочу Показать Первое Что Объединяло Они Все Очень Любили Свою Родину Но Видели По разному Пути Как Ее Привести К Процветанию Западники Считали Что Нужно Ориентироваться На Европу Осваивать Европейские Представления Европейские Нормы А Славянофилы Говорили Что Ответ На наши Все Ключевые Вопросы В Тысячелетней Истории России Там Эти ответы Есть Но Только Нужно Там Увидеть Эти ответы Сохранить Традицию России И Искать Ответы Не с помощью Западного Опыта А с помощью Российского Исторического Показа Это Очень Характерно Но Повторяю Что И те И другие Они Желали Блага Своей Родине Своему Норму Извините Немножко Поторопился И так Теперь Вот Своим Следующий Этап Внутренний Внутри Золотого Века Это Пятидесятые Семидесятые Годы Девятнадцатого Века Его Характерные Черты Какие Первое Это Появление Идеи Такой Писательское Служили Ну Прежде всего На это Обратили Внимание Писатели Как бы За это Взять Но В принципе Постепенно И У других У живописов Которые Начали Обращаться К народной Теме О том Что Творец Он Служит Народу Он Служит Народу Он Не просто Выполняет Заказ Не Самовыражается Он Ценен Тогда Когда Он Будет Ну Именно Ну Нужен Нужен Людям Второе Это Переход От Универсализма Творчества К Узкоспециальности То есть Ну Я Приведу Сравнение Знаете С кем С Эпохой Возрождения Ну Самые Яркие Фигуры Одна Из самых Ярких Фигур Это Микеланджело Буонароти И Леонардо Довин Но У них Колоссальный Был Спект Того Чем Они Занимались Причем Не только Художественным Творчеством Но и Инженерным И научным И другим Возьмите Михаила Васильевича Ломоносова Он был И поэт Он был И естество Испытатель Он был И организатор Науки И массу Других Пунктов В этот период Возникает Специализация У живописца Появляется Профиль Один Портретист Другой Пейзажист Третий Еще Литераторы Становятся Ну Тоже есть Конечно Но в принципе Они становятся Как бы Каждый Выбирает Свою Один Романист Другой Малой Формой Пишет Третий Поэт И так Дальше Следующее Доминирование Прозы Литературы Если мы говорим Ну Не только Но О начальном Части Золотого Века У нас Кто там Появится Александр Сергеевич Пушкин Там появится Лермонтов Там появится Батюшка И Другие Ну Прежде всего Поэты Хотя Пушкин Был универсал У него уже Прекрасные Произведения Капитанская Дочка Повести Белкина И другие Проза Тоже Есть Она самостоятельная Но тем не менее Проза Значит И В 70-е Годы На завершающей Части Этого Этапа Появляется Такое Течение В литературе И в искусстве Как народничество Все мы знаем Что есть Общественно-политическое Течение Народничества Революционного Такого Направленности Но оно же Появляется И в литературе И в искусстве Когда Появляется Все больше Интереса К народу К его судьбам К жизни Крестьянина Непростой И так далее И последний Завершающий этап Золотого века Это 80-е 90-е Годы Завершение Подведение Итогов Сбора Обобщения Всего Что было Создано С начала Века Такие Ее характерные Черты Первое Ну Как Читал Я В искусствоведческих Работах У профессионалов Они Вот так Выражают Как бы Берут Не современный Язык А Оборот Характерный Прозеологический Из Того периода Из 19 века Он звучит так Нет Для чертовых Назвать Нет Общей Мысли Не в том плане Что нет мысли Вообще А Появляется Очень широкий Спектр Творческих Направлений Это будет готовить Как раз Серебряный век И модернизм Где вы уже помните Я говорил Сколько-то минут Назад О том Что для модернизма Для серебряного века Характерен Очень широкий Разброс Напомню От импрессионизма До абсурдизма Следующее Второе Это Развитие Индивидуализма В литературе Интереса К индивидуальной Судьбе человека Связано Это было Во многом С тем Что В этот период Начинает Распадаться Христианская Община Она Как бы Ликвидировать Еще не скоро Но Внутренне Зреет Понимание Выхода Из общины Выход Вот этой Старой Общиной Традиции Вот И Вот это Начинает Проявляться Следующее Третье В литературе Происходит Не полностью Исчезает Одно И появляется Другое Но Постепенно Не романтизм Романтическое Романо Сменяется Преобладанием Малых Литературных Повести Рассказов И чего-то Еще Следующее Упрочение Психологизма И эстетизма То есть Мы Видите То что Было Здесь И то что Имеет Своё будущее Как бы Забрасывает Уже Этот абордажный Крюк Забрасывает В серебре Дальше Появляется Часто То чего Раньше Было Мало Появляется Во всех Видах Искусство Тема Надломленности И Какой-то Обреченности Если Для Предшествующего Периода Была Как бы Характерна Тема Победоносности То В данном Случае Даже если Произведение Литературное Оно Как бы Завершалось Победой Успехом Но Но должен был Пройти Человек Не просто Через трудность Дело Должен был Пройти А он должен Быть надломлен А потом Из этого Выходить Следующее Очень актуально Становится Тема Женщины Появляется Очень Много Произведений В которых Главным Героем Является Женщина И ее Осмысление Это Как раз В конце 19 века В это Время Почему Тоже Общественное В обществе Что происходит В это Время Уже Назревает Тема Необходимости Уравнивания Прав Женщин Расширение Прав Женщин В В В В Литературе Появляется И Завершающее В Наследие В Наследство От Славянофилов Западников В произведениях Появляется Тематика Противостояния Между Патриархальной Традицией Старой Руси Старой Россией И Новой Буржуазы Она И в Драматургии Проявляется И в Искусстве В Возобразительном И Особенно Яко В Литературе И Третий Вопрос Ребята Это Наш С вами Серебряный Век Серебряный Век Значит По Времени По Времени Ну Обычно От него Как я уже Говорил Отчитывают Начало 20 Века Вот Точной Границы Нет Вот Сегодня Завтра Но Там И Не Было Перетекания Что Касается Его Завершения То Оно Располагается Как бы Поблизости Но Наиболее Распространенной Три Есть Версии Значит Первая Что Серебряный Век Первая Версия Серебряный Век Заканчивается С Началом Гражданской Войны В нашей Стране Ну Это 1918 Год Другая Есть Версия Гражданская Война Началась И Творчество Отошло На Задний План Жили Другие Другая Версия Что Творчество Все-таки Живое Жили Эти Поэты Вот Смертью Со Смертью Двух Великих Поэтов Блока и Гумилёв Это 1921 Первый Год И Тот И Другой По Разным Причинам Ушли Из Жизни И Третья Третья Версия Которая Несколько Дольше Отсчитывает Серебряный Век На территории Нашей Сравни В эмиграции Тогда уже В советской Стране В советском Союзе Ну Как бы Считается Такое Смение Что Серебряный Век Прожил До того Времени Пока Прожил Маяковский А он Был один из Выдающихся Представителей Серебряного Века Ну Маяковский Напомню Шел из жизни В 1930 Поэтому Вот По времени Существования Здесь Разные Как бы Существуют Точки зрения Но они Относительно Близки У каждой Из них Своя Логика Правильная На мой Дет Правильная Есть Разные Способы Понимания Более Важным Является Сама Творческая Начинка И Давайте На основные Творческие Течения Серебряного Века Обратим На них Внимание Первое Течение Это Символизм Символизм Его Более Известные Представители Там Много Людей Литераторов Я вам На примере Литераторов Скажу Значит Это Мережковский Гиппиус И Брюсов Что Характерно Для этого Течения Для него Характерна Попытка Обратиться К разным Символам Которые Может быть Символ Этот Может быть Не Даже Не Зрительный Образ Обязательно Чаще всего Символ В виде Зрительного Образа Возникает Но Символом Может быть Какое-то Явление Литературное Или Художественное Или Музыкальное Это Слово Может быть Может быть Вообще Что-то Загадочное Чего Мы Никогда Не Видим Там Дальше Будет У нас Еще Имажинизм Такое Течение И Очень Выраженное Было Это Стремление К Эксперименту Поиску Нового Следующее Течение Это Акмеизм Акмеизм Ну Акме Это Символ Акме Это Образ Наиболее Известные Представители Этого Течения Я На примере Литераторов Повторяю Это Ахматова И Мандельштам Значит У них Была Такая Ведущая Идея Интересная Но Прежде всего Раз Акмеизм То Это Создание Вещественного Зрительного Образа Создание Вещественного Зрительного Образа Но Идея Была У них В чем Идея Была В том Чтобы Вот Созданием Образа Преобразовать То есть Сейчас Смотрите То есть Мы берем Образ Точнее Образ Берем Из Несовершенного Реального Окружающего Мира И с помощью Литературного Живописного Музыкального Произведения Значит Мы Показываем Как он Преобразуется То есть Вот есть Реальность А мы Создаем Такой Образ Который Человека Делает Лучше Очень Интересная Схема Нужно Так Описать Существующее И Существующее Вот Его Описание Образ И Вот Дальше Потом Он Должен Повлиять На Человек Он Должен Улучшить Усовершенствование Человек Следующее Футуризм Футуризм Ну Слово Футуризм Его Чисто Словесное Понимание Более Менее Ясно Оно Насколько Я знаю Происходит От Латинского Futuris Будущее Ну Оно Английское Future И Во многих Других Языках Во многих Других Лингвистических Системах Оно Примерно Отсюда Происходит То есть Это Будущее Значит Ну Его Представители Знаменитые Наиболее Это Хлебников Видимир Хлебников Вот И Маяковский О котором Мы уже Говорили Которого Мы Лучше Других Знаем Что Для Него Характерно Его Так Знаете Образно Определяют Что Футуризм Это Искусство Будущего Где Важна Не реальность А то Что Будет Создано Потом Где Главное Это Не Содержание Конкретно Не Изложить Содержание А найти Такую Форму Чтобы Мы Сами Это Содержание Поняли То есть Это Поиск Новой Традиции Вот Здесь же И Разрушение Традиции Допускалось Вот Ну Даже Того же Маяковского Которого Я очень Люблю Значит У него У Маяковского Понятно Даже его Стихотворение Ну Про образы Сейчас не буду Брать Но Сама Лесенка Стихотворная Это уже Во многом Отрицание Какой-то Прежней Традиции Создание Новой Традиции Создание Новых Форм А через Эту Форму По-другому Идет И Содержать И Для Маяковского Что Характерно Значит Если Кто знает Более-менее Его Площество Там Ведь Не Везде Но Наиболее Известные Его Произведения Вот Особенно Произведения Он Уже Когда Он Революционным Духом Как Вы Его Приобрел Вот У Него Призыв Вот Это Будущее Призыв Строить У него Даже Это Фраза Любимая Про Строителей Которые Через Четыре Года Здесь Будет Город Сад Лежат Под телегой Рабочий Промокший Хлеб Жуют Вот Ничего Потому Что Будет Этот Город Сад Они Устремлены Туда Поэтому Сочеталось Как бы Две Вещи Во первых Само Содержание Это Призыв К Будущему Ну Как правило Прекрасному Будущему Но Прекрасное Тоже Оно У Майковского Оно Такое Знаете Это Не Просто Что Город Сад Построим И Будем Там Балдин Там В Подтехсе Когда Читаешь Что Построим Город Сад И Пойдем Дальше На Северный Полюс Будем Там Строить Что-то Когда Северный Полюс Остроим То На Луну Полит То Вот Эти Рабочие Они Они Дальше Этот Хлеб Своебразное Восприятие Люди Которые Живут Ради Будущего Ну И Соответственно Поиск Форм Принципиально Новое Создание Новой Формы Типа Вот Этого Самого Лесенки Знаменитой Маяковского Тоже Это Вот Такое Снимем Будущие Он Создавал Он Думал О Будущем По Содержанию Был Будущем И Форма Была Для Будущего Следующее Направление Его Называют Новокрестьянская Новокрестьянская И чаще всего Новокрестьянская Поэзия Большая часть Произведений Самый Великий Я думаю Вы уже догадались Кто самый Великий Представитель Этого Направления Но связано Оно было Именно С поэтическим Таким Восприятием Мира Уже В более Поздние Советские Времена Опять Вернулись К теме Села Там Блестящие Совершенно Были Писатели Белов Остафь И Фраспутин Но у них Название Немножко Другое Было Они Называли Деревенщики Они Тоже Воспевали Деревню Но у них Было Много Таких Произведений Даже Если Небольшие По объему Но какой То У них Эпический Масштаб Смысл И они Были Как Правило Прозар Хотя Деревенская Назывались Их Деревенщики Деревенская Проза Хотя Блестящие Были Стихотворные Жанры Работали Но Для Периода Серебряного Века Как раз Прежде всего Ну и Жаль Что вы Не можете Ответить Наверное Все догадались Кто Самый Выдающийся Представитель Этого Направления Это Конечно же Сергей Есей Причем Вот Его Поиск Творческий Вот я думаю Умные люди Его Отнесли сюда К серебряному Веку По своей Распевности По ритмическому Построению По точности Рифмы Он Больше К золотому Веку Вроде бы Относится Вот Вот Он Он Интересен Тем Какие Он Образы Создал Золотой Лягушкой Луна Еще Что У него Потрясающие Вот эти Образы Потрясающие Словесные Решения Которые Вот он Интересен Что он В полной Мере Старую Поэтическую Традицию Вообще Золотого Века В золорусскую Распевность Безупречная Рифма Безупречный Ритм Образы В принципе Понятные Вот То есть Он Не искал Каких-то Новых Символов Вот Но Сам Его Поиск Вот На Нахождение Образного Ряда Создание Стихотворных Образов Конечно Оно было Новаторским Вот У него Совершенно Разные Стихотворения Есть Распевные Есть Хулиганские Вот То есть Вот В этом Плане Он был Поэтом Серебряного Века Что он И сказал Хотя У Кушкина Тоже Всякое Есть Но Таким Образом Вот Это Направление Присутствует И Завершим С вами Еще Одним Направлением Называлось Имажинизм Имажинизм Здесь Тоже Ключевым Нормой Является Образ Ну Само Слово Нам Больше Оно Знакомо Оно Нам Больше Знакомо По Английскому И Сейчас Оно В обиходе Имидж Или По-русски Имидж Говорят По-английски Имидж Одно Словно Это Образ Здесь Наиболее Известный Представитель Его Оно Так Не Вошло В Шевр Шершинивич Но У них Как бы В чем Был Образ Чем Отличается От Акминистов Они Создавали Образы Зовущие К Бумпы Борьбе Акминисты Были Больше Сосредоточены На Создании Образов Для Самопознания Человека И Окружающего Мира Здесь Немножко Другой Стиль Были Образы Такие Зовущие Образы Зовущие К Бунту К Эпатажности Какой-то К Вызов Труды Акминистов Тоже Они Были Без Своего Времени Эпатажными Тревожными Неожиданными Но Смысл Их Был Не В том Чтобы Побудить Действие Куда-то Толкнуть А У Маженистов В Этому В Творческом Методе Похожи А Содержательное Наполнение У них Разное И связанное С тем Чтобы Подтолкнуть К какому-то Такому Действию К Самопроявлению Но К сожалению Возможности Пообсуждать У нас Живую Нет И Выслушать Ваши Вопросы Желаю Вам Удачи Во всем И на Олимпиаду И Здоровья Вам И Вашим Близким До Свидания Продолжение следует...